На Ринмар в следующем году под удар тяжелой техники попадут чуть более 30 ветхих жилых строений. К тому времени, как сообщают в городской администрации, завершится первый этап программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Новые квадратные метры люди получат в строящемся микрорайоне авиаторов, а последний решительный бой халупам решено дать в 2020-м. Новые квартиры тогда переедут в 4,5 тысячи семей. Впрочем, как показывает практика, сколько бы в регионе ни строили, жилья все равно на всех не хватает. В первую очередь молодому поколению. В регионе работают несколько жилищных программ и по переселению, и по субсидированию. Вот только новые квартиры дают не всем, кто их заслуживает, а субсидию не всем, кто на нее претендует. Кому в Наринмаре жить хорошо, а кому не очень, расскажет Олег Итанзийский. Сергей Журавлев и Татьяна Пономарева в ожидании чуда. У молодой пары через несколько недель главное событие в их жизни – свадьба. Успеть нужно многое. И платье выбрать, и пригласительное оформить, и закупить все необходимое. Вокруг сплошные затраты, шутят ребята. Впрочем, приятные. Гостей не предводили заранее. Дарить на свадьбу бытовую технику не нужно. Разместить негде. Будущие муж и жена, к сожалению, не имеют собственной крыши над головой. Да, и хотелось бы вообще после свадьбы, как по традициям, перейти в свою жилплощадь. То есть пустить кошку, ключи, чтобы тебе вручили. Но это из области фантастики в наше время, потому что жилплощадь стоит огромных денег. Они готовы часами мечтать о новенькой квартире, чтобы жить отдельно и не мешать своим родителям. К тому же в планах у Сергея и Татьяны появление на свет первенца. Собственные квадратные метры просто необходимы. У меня имеется доля в жилплощади, в которой я прописан. А программа не предусматривает такого аспекта, что люди, у которых есть доля, могут вставать на эту программу. Надо отказаться от этой доли. Сергей прав, чтобы предъявлять на субсидию, он действительно должен отказаться от собственных квадратных метров, после чего подождать 5 лет. И уже только тогда молодой человек сможет рассчитывать на помощь приобретения квартиры. Такие сложности связаны с некогда внесенными в жилищный кодекс страны поправками. В свое время родители несовершеннолетних обязывали включать своих детей в долю. При этом чиновники обещали, проблем в будущем не возникнет. Возникли. Да кто же все-таки имеет право на получение окружной субсидии? Здесь существует несколько нюансов, давайте попробуем разобраться. Итак, к примеру, вы холостой и имеете долю в собственной квартире. На вас приходится 15 квадратных метров. В этом случае субсидии вам однозначно откажут. Почему? Потому что вы не являетесь нуждающимся в улучшении жилищных условий. Простыми словами, вы обеспечены жильем. Ведь в Наринмаре норма на одного человека 12 квадратных метров. В поселке Искатель этот показатель равен 14, а в вашей собственности больше. Если же доля меньше положена нормы, тогда вы вправе претендовать на субсидию. В противном случае придется отказываться от собственного же жилья, а затем еще ждать 5 лет. Ну или, к примеру, срочно жениться. Автоматически 15 метров поделиться с супругой напополам, и тогда вы сможете получить поддержку на покупку новой квартиры. Тут мы разобрались, но непонятные моменты остаются. А вот, например, зачем после отказа от доли одинокому человеку ждать 5 лет? Можно ли этого как-то избежать? Не жениться же только ради одной субсидии. Если в жилищный кодекс несут изменения, то тогда, конечно. То есть вас ограничивает именно? Да, конечно. Здесь даже если обращаться к депутатам, они не смогут принять каких-то других норм. Потому что, наверное, в таком случае будут уже ограничены другие категории, которые вообще никогда не имели такого жилья. Даже вот с родителями, да, есть ведь и такие категории граждан. Либо, наоборот, появится возможность для каких-то сделок, что да, я сегодня продал, завтра сразу встал. Из этих правил в регионе страдают сотни, а то и тысячи одиноких людей. В субсидии им отказали, так как жилье, по сути, у них есть. Но не существовать же им теперь всю жизнь под боком родителей. Тем временем, пока молодое поколение ищет способы обойти федеральный закон и обрести свой угол, новенькие квадратные метры продолжают раздавать так называемым сложным соседям, которые ведут аморальный образ жизни. Из ветхих строений они переезжают обстроенные квартиры, которые через пару месяцев превращаются в непригодные для проживания. На момент переселения мы бы, конечно, могли обратиться в суд и в судебном порядке переселить их в манерный жилфонд. Но для этого необходимо, как вы сказали, наличие этого манерного жилфонда, что ни один суд не пойдет на переселение просто никуда. А второе, у человека действительно должны на момент переселения быть долги по квартире, должны быть какие-то зафиксированные административные проступки и так далее. Существует огромная практика, когда соседи не уживаются с соседями. Одни живут тихо, никому не мешают, другие наоборот, постоянно шумят и разводят в подъезде бардак. Вот пример. В Иучейского 12. Несколько лет жильцы борются с нерадивой соседкой. Попасть в ее квартиру нам не удалось, родственница упорно держала оборону. Можете показать квартиру? Просто жильцы жалуются в последнее время, что здесь просто аморальный образ жизни, постоянный мусор, толпы и так далее. Мы хотим посмотреть, как все-таки живете. Впрочем, чтобы понять, с какой соседкой приходится уживаться всему подъезду, достаточно послушать этих людей. Это так замечательно, что вы пытаетесь бороться с этим, потому что это невозможно, серьезно. У нас окна соединены балконом. И бывает такое, что я просто пью чай, она вот так вот приходит, в окошко мне заглядывает, что я там делаю. Это постоянно. Вчера в 3 часа ночи она звонила, откройте дверь. Сколько это можно вообще? Я не знаю. Это, конечно, замечательно, что вы пытаетесь с этим бороться. Потому что я не знаю, что с этим делать. Это мешает действительно жить. Заявления писали администрация, милиция. Есть куча заявлений, они даже копии есть этих заявлений. Но только, скажем так, штрафы и порицание. Ай-яй-яй, нельзя. Все. В том, что напротив, история похожая. В первом подъезде, по словам людей, живут два брата Плюшкина. В свою квартиру они ежедневно несут железный хлам и бытовой мусор. Попасть в гости нам тоже не удалось, но догадаться несложно, в каких антисанитарных условиях живут мужчины. Мусор тащат всякие с улицы. Домой. А вот запах попадает в квартиру вашу? Когда дверь открывает, конечно, попадает. Чем пахнет? Всем подряд. То есть, грубо говоря, свалкой, да? Зачастую люди заблуждаются, считая, что с нерадивыми соседями бороться – дело бесполезное. Это неправда. Если вы устали терпеть их выходки, таких соседей можно поставить на место и даже выселить. На этот случай существует четыре весомых повода. То есть, первое – это если граждане ведут социальный образ жизни, то есть алкоголики либо наркоманы. Второе – если жилое помещение используется не по назначению, то есть не для проживания граждан, а, например, под офис, под базу такси, под выращивание каких-то, может быть, кур. Причем в России это бывает, да, что в квартире же курятник организован. Третий момент – это если люди не следят за своим имуществом, за своей квартирой. То есть, постоянно заливают соседей, постоянно у них возгорание происходит в квартире, то есть, и они не хотят делать ремонт, и это угрожает всем жильцам, потому что или затапливаются седи снизу, или если дом загорится, то он загорится всем. И четвертый момент – когда люди не оплачивают коммунальные услуги очень длительного периода времени. Итак, если ваши соседи ведут аморальный образ жизни, фиксируйте эти факты. Не бойтесь вызывать участкового, а раз в месяц приглашайте СС. После того, как все доказательства будут собраны, пишите жалобу в местную администрацию. Представители власти неспокойным седям вынесут официальное предупреждение. Если же буяны не успокоятся, администрация вправе подать на них в суд. И уже тогда встанет вопрос о выселении таких соседей. Правда, не на улицу, конечно. Замены предоставят другую квартиру в окружении соответствующих соседей. Однако не забывайте, самый гуманный и эффективный способ избежать конфликтов с соседями и найти с ними общий язык. А если вы находитесь в ссоре, просто извинитесь. Помогает. Наша героиня, которая живет на Учискове 12, убедилась в этом лично. Чуть позже мы все же смогли к ней попасть в квартиру, и женщина сама изъявила желание попросить у соседей прощения. Извините, пожалуйста, большое. Вот вы на нее обиды держите, нет? Мы, что-то по-человечески, обиды на нее не держим. Но извините, претензий у нас очень много, и мы будем дальше продолжать выражать, в юридической форме и так далее, если будут продолжаться дальше вот эти... Нет, не будет больше. Вот любовь хочет искренне перед вами извиниться за ее плохое поведение. Извинение, это все хорошо. Нужно, чтобы в дальнейшем этого не было. Хорошо. Извините меня, пожалуйста. Хорошо. Лишь бы дальше этого не было. Если себя будет хорошо вести, перестаньте писать игры. Если будут себя вести спокойно, мирно, тихо. Да, возможно. Извините меня, пожалуйста. Хорошо. А может быть, для таких соседей нужно просто построить отдельные маневренные фонты и заселять их туда, а новая квартира отдавать тем, кто действительно в них нуждается. Например, молодым семьям, которые по несобственной ошибке теперь вынуждены отказываться от собственных квадратных метров, чтобы получить субсидию. Несправедливо получается. Олег Танзийский, Николай Таратин, Вадим Стасюк, телеканал Север, программа «Итоги недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова